Обсуждение проблем в микрорайоне Корнолитова вот таким большим составом с участием депутата Сарикамской городской думы Владимира Фурсова проходит второй раз за последний месяц. И вопросы все те же. Дороги в частном секторе, освещение, бродячие собаки. В общем, все как у всех. За небольшим исключением детям с Корнолитова сложно добраться до школ, которые находятся на Клистовке. На Шахтерском, к примеру, работают школьные автобусы. Быть может, везти проездные, предложили родители с Корнолитова. Ведь многие дети ездят в Клистовские школы на автобусе, что получается затратно. На данный момент сейчас нужно посчитать точное количество детей, которые будут с 1 сентября идти в школу, потому что в том году их было 170, но эти 99 классы выпустились. Поэтому сейчас надо считать для начала, прежде чем выйти с каким-то предложением на город, чтобы уже конкретно понимать, чего мы хотим, что нужно. В общем, проблема с тем, как добираться детишкам с Корнолитова на занятия, будет решаться. В другом зале жители активно обсуждали постоянное потопление микрорайона канализационными стоками. И вечно тупит канализацию ниже строймаркета. Все это течет в частный сектор. Это как минимум неприятно. Все остальное – дизентерия и все такое. Как-то есть возможность решить это? Эта проблема с душком длится уже пару лет. Канализационная речка топит частные дома, а летом при такой проблеме невозможно дышать. Против ПМК-11 были колоссальные разработки, сделаны новые коллекторы, проложены новые колодцы, поставленные. Старая эта схема, во-первых, с контруклоном вот так коллектора стояли друг к другу, а во-вторых, они просто до колодцев не доходили, вот на такое расстояние. Поэтому все это у нас с вами и растекалось. Будут ли еще прорывы? Возможно. Но острота проблемы снята, уверяют чиновники. Не первый раз выходят на обсуждение вопросы о вывозе мусора, ремонте дорог, газификации и прочего. Чтобы все это не осталось просто разговором, было предложено жителям Корнолитова объединиться в рабочую группу. Все проблемы участники рабочей группы должны обсудить между собой, записать их на бумагу. Также они могут предложить варианты решений. Дальше подключится депутат округа Владимир Фурсов. Лично мое мнение и судя по обращению моих избирателей, самые злободневные это три вопроса. Это дороги, освещение и газ. Я просто хотел бы пожелать и попросить администрацию, чтобы она все-таки не за свой округ, а за весь частный сектор, что надо выделять больше средств. От простого обсуждения жители пришли к конструктиву. Сейчас главное продолжать работу уже в рабочих группах и не делать это спустя рукава. Ведь под лежачий камень вода не бежит.